Сегодня для Академики будет самым выгодным. Ну а пока Норвич с первых минут начинает, очень опасно. Авдеев по бровке обратно из передачи задумал на Кузьмичеву под левый мяч. В Лиге Чемпионов это не место для экспериментов, а место для того, чтобы все свои домашние наработки продемонстрировали, а пока Академике дается лучше. И вот он на выпад Норвича, очень опасно. Петров в игре, Пастушенкан первый на подборе. Он разгоняет атаку, пас на левый фланг. И вновь Телков. Действительно настоящий волнарез такой. Сегодня можно сказать, что два волнареза. Тренер от Алексея Ланцова, чтобы попробовали пробить, но тут же мы увидели поднятую руку вверх арбитра. А это значит, что свободный удар. Итак, розыгрыш, удар поворотом в игре. И сейчас здорово сыграл вот в этой центральной зоне. Кутузов бьет поворотом. Кутузов с разворота. Очень коварный удар. И вновь, может быть, и стоило где-то рискнуть. Все-таки плей-офф Лиги Чемпионов. Время рисковать. А здесь опасный отбор. Удар поворотом. И добивается своего академика. Слишком лучше. Неопрятно действовали при выходе из обороны. Абсолютно хорошо и прекрасно работает их плавная игра. А здесь опасный момент. И вот так вот очень быстро выходит Норвич в атаку Хураншин. Отбивается новая игра. Норвич. Авантюрная перевода в центр поля. Здесь Шейн. Играет в центр. Кутузов появился на вторую половину встречи. И что в ней еще можно будет какие-то вопросы порешать. А сейчас момент опаснейшей. Будет сейчас в роли самого ничто ненаверенно есть правого атакующего полноточительника Диевского Федорина. Диевского Федорина находит все-таки возможность. А его подключение, смещение в центр и уже удары из этой зоны. Абрамян хорошая такая спидка. Конечно же безусловно зависит от мастерства. От какого-то везения. Без везения в футболе. Да как его, наверное, в любом спорте просто-напросто не бывает. Капков будет входить в статную площадь. Смещение. Удар с левой ноги. Но при этом очень хладнокровно действует. В окружении сразу нескольких оппонентов. Но вот Норвичу этого не хватает. Пожалуй, что. Абрамян бьет поворотом. Тактические нарушения. И в целом у нас матч-то без желтых карточек проходит. Да, ссылков на горчичнике. Но это центральный защитник. А здесь какой момент? И на дальнюю штангу в пустые ворота. Выполнял передачу. В обороне он действует. Но и часто против Тилкова ведет эту самую борьбу. Нас три атаки. Так вот по росту они расставились. Так, Капков. Удар. Петров. Потрясающее спасение. Нужно попроще Новуку как-то действовать. Ох, как изящно и элегантно. Было сыграно. Мяч у Академики. Авдеев в центре поля открывается. Авдеев получает мяч. Бьет поворотом. Фидок. Какой прорыв по флангу. И вновь зрячая передача в центр. Ну а здесь вдвоем оказались на газоне футболисты-академики. Есть возможность у Норвича, ну не в численном, а в большинстве. Но во всяком случае в равенстве провести эту атаку. Момент. И почему не уж им она не закончилась. Ну точнее как ничем хорошим. Угловым все-таки эта атака завершилась. Отличная передача от Капкова. Кутузов цепляется. Играет на Капкова. Кутузов вновь. Но подбор за Норвичем и удар. Удар такой вот поспешный. Железная такая стать. От 11 номера Норвича. И я не знаю как это назвать. Это уже настоящая осада. Продолжает грузиться в штрафную площадь. Подача вновь. И добавка. С Кутузову надо повнимательнее играть. Постоянно на него подачи следуют. Но на этот раз по-другому решили разыграть. И что? Неужто ли матч подошел к своему завершению 1-1? Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. Теплого вечера. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok